вопросы связанные с прививкой от ковида 19 теория заговора у нас на 100 человек умрет или 4 или 5 это умрет пережили это и переживем и следующее тот карантин который мы там себе назвали адаптивный но это такое черт чешуя сбоку банки резко упало количество заболевших готовится надо в любом случае к осени присаживается кусочек вирус макате для нас у нас были дни когда по 450 человек умирал где человек укололи вакцину он сразу умер зачем вакцинировать есть три вида в мире три вида вакцин 22 правила серьезный добрый день спасибо что вы нашли время повстречаться вопросы связанные с прививкой с прививкой от ковида 19 очень многие люди хотели бы больше знать о вакцинах не секрет что на сегодняшний день многие боятся вакцинироваться потому что не хватает информации у кого-то есть кто-то насчитался в интернете информацию о том что речь идет о чипировании либо кодирование и прямом управлении теория заговора теория заговора прямом управление на лица всеми кто получил вакцины скажем где-то из каких-то дата-центров билла гейтса кто-то не понимает новые типы вакцины и старый тип вакцины и люди просто боятся вакцинироваться поможете разобраться в этом вопросе ну попробуем можно получится ли то что знаю поделюсь я хочу сразу объяснить что происходит почему снижение чтобы не было такого эффекта что ну все проехали забыли дальше уже там пережили это и переживем и следующее значит почему идет снижение не потому что мы как-то сильно эффективно боролись эпидемии мы же понимаем прекрасно что противоэпидемиологических мероприятий у нас государстве в принципе можно сказать не проводил тот карантин который мы там себе назвали адаптивный но это такое как грела моя бабушка покойная черт чешу и сбоку бантик резко упало количество заболевших не потому что вируса слаб не потому что он пропал куда-то он есть и будет циркулировать еще долго просто вирус взаимодействует с организмом через определенные рецепторы не буду входить в морфологию сложные какие-то вещи вот эти apf рецепторы которые находятся в верхних дыхательных путях они имеют свойство меняться в течение года так называемая мутация apf рецепторы чтобы никого не пугало слово мутация это просто такой биологический цикл работы рецептора нашего нашего рецептора через который вирус попадает в клетку так вот возбуждение этого рецептора происходит в весенний осенний период и почему семейства коронавируса всех коронавируса не только вот этого кое 19 а всех коронавирусов трудно для организма человека именно в этот период потому что он садится вот этим своим шипом именно на этот рецепт сейчас этот рецептор у нас немножко прибитый притухший он не работает поэтому организм не воспринимает вирус вирус не попадает в клетку но наступит осень и вес будет и рецептор будет опять активный и вот тогда вероятность заразиться вирусом станет намного выше можно сегодня сказать что переболела где-то примерно 20-25 процентов людей переболел или считают что переболели сколько реально сказать сложно потому что еще раз говорю наша лабораторная сеть не работала в режиме оценивания ситуации эпидемиологической поэтому готовиться надо в любом случае к осени к следующей волне единственным методом на сегодняшний день защитить себя от тяжелой формы ковида 19 еще раз вернет того чтобы заболеть от тяжелой формы ковида 19 это вакцинация многих она защитит вообще болезнь но часть переболеет но в легкой форме любая вакцинация направлена на то чтобы минимизировать риски тяжелых форм заболеет от тяжелой формы волны эпидемиологической осенью и от того количества смертей которые мы видели уже по весне этого года если почитать там допустим у нас были дни когда по 450 человек умирал в день вы говорите вакцинации чем вакцинироваться мы слышим мы слышим огромное количество вакцин которые производятся там от российских вакцин спутник файзер китайские вакцины astrazeneca мы видим средства массовой информации огромное количество материалов где пишут что человек укололи вакцину он сразу умер но и какие-то ужасы не я не говорю уже а а чипизации там и всего остального и люди все это читают слышат и мне кажется что именно этим объясняется низкий уровень вакцинации у нас стране до чтобы мы потом не спекулировали на том что вот это хорошее это не очень хорошее это совсем нехорошие есть три вида в мире три вида вакцин которые разработаны от коронавирус ну три таких системных вида первое это старый способ получения вакцины так называемая инактивированная вакцина это старый проверенный способ который в мире существует уже больше 70 лет когда берется возбудитель в искусственных условиях перебивается и потом уже вот этот прибитый вирус вводится в организм он не вызывает болезнь но он приносит антигены которые на которые потом вырабатываются наши антитела это тот способ который у нас изготавливали вакцины прививали нас это акдс это это многие вакцины и сегодня многие вакцины так производятся и примером такой вакцины является короновак китайской компании синафар вот она является классическим такой классической вакциной инактивированный второй вид вакцины это так называемые векторные вакцины когда берется вот этот вектор это на самом деле кусочек аденовируса макаки он берется на него присаживается кусочек там рынка вируса коронавируса который синтезирует этот белок вирус макаки для нас безболезненно проходит мы его не ощущаем никаким образом мы на него никак не реагируем но он просто как вектор заносит этот кусочек рнк в клетку и на него начинает на уже на этот белок коронавируса начинается выработка антител векторы это спутник это джонсон и джонсон это астрозенека в любом виде там индийская астрозенека английская астрозенека южнокорейская астрозенека это все векторные вакцины векторные вакцины существуют в мире где-то порядка двадцати пяти лет их используют для целого ряда заболеваний в частности болезнь эбола лихорадка зика ну такие тяжелые болезни там именно векторы используются они тоже это не какое-то там супер новое там ноу-хау это достаточно уже проверенный способ получения вакцины вот сегодня это второй вид вакцин и третий вид вакцины это как раз вот ноу-хау человечество которое было получено в двадцатом году в прошлом году это рнк вакцина матричная рнк вакцина это файзер это модерна это абсолютно новый тип вакцин поэтому мы вот первый раз столкнулись с тем что оказывается вакцины надо там некоторые хранить при температуре там минус 70 градусов для длительного хранения он показал свою эффективность точки зрения выработки антител на эти этой вакцины привито уже там десятки миллионов людей весь израиль привит был файзером соединенные штаты северной америки ну много много его уже сделано и тут надо просто для себя четко отдавать отчет не одна вакцина в мире не может быть абсолютно безопасно ни одна не когда мы прививаем ребенка кдс он никогда мы прививаем от бцж не вакцина от гепатита нету абсолютно безопасных вакцин а в чем опасность потому что это ему на биологический материал мы заносим какие-то антигены ну что может произойти в чем может быть аллергическая реакция может быть аллергическая реакция виде анафилактического шока может быть воспалительный процесс, потому что мы же антиген заносим, мы же хотим, чтобы иммунная система увидела врага, зафиксировала его в своей памяти, убила его сейчас в маленькой этой дозе, но потом это осталась память, и если она вдруг его еще раз увидит, память быстро сработает и убьет при следующей встрече. Поэтому это биологически активное вещество, любая вакцина. В том числе и вот эта коронавирусная вакцина. Но в чем фишка этой коронавирусной вакцины, это надо тоже понимать и отдавать себе в этом отчет. Проводят вакцинацию в экстренном режиме. Что значит экстренный режим? Это значит, мы провели испытания этих вакцин клинические. Только до определенной стадии. Потому что если провести еще четвертый уровень клинических испытаний, это надо лет 5-7, для того, чтобы увидеть отдаленные результаты. У нас этого времени просто нет. Мы запустили вакцинацию в мире. Мир запустил вакцинацию, не дожидаясь даже окончания третьей стадии клинических испытаний. Почему? Потому что просто нет времени. Или мы потеряем огромное количество людей, умрут от коронавируса. Или мы пойдем на какой-то риск, провакцинируем и избавимся от коронавируса. А дальше, если будут какие-то изменения, будем уже решать по мере их возникновения. Поэтому при этой вакцинации не требуется первичный осмотр врача. То, что надо при обычной вакцинации, когда сначала приводят ребенка или взрослого, смотрят, сдают анализы определенные. И потом только приходят на вакцинацию, там все нормально. Мы же знаем сегодня, вакцины делаются сегодня в аэропортах, в торговых центрах, в центрах массового посещения людей, где угодно. Там единственное, что температуру померили, чувствуете себя в порядке, в порядке, все. Бум, паспортные данные записали, вакцину укололи. Все. Почему? Потому что режим экстренной вакцинации, угроза коронавирусной инфекции гораздо выше, чем угроза вакцинации. И поэтому надо максимально быстро всех привить для того, чтобы мы не получили. Почему делается экстренная вакцинация во всем мире сразу? И почему надо вакцинировать все население земного шара? Потому что если мы вакцинируем очень красивый, любимый нами город Одесса, все население, но при этом не вакцинируем раздельную, не вакцинируем Котовск, Измаил или город Ильичевск, и там будет бушевать эпидемия, а мы с вами все такие будем красивые здесь вакцинированы, то там возникнет потом в Ильичевске во время этого пика их эпидемии штамм, которым будет по барабану наша вакцина. И тогда мы будем не защищены от этого нового штамма, который появился в соседнем городе или в соседней стране. И этот новый штамм будет убивать нас точно так же, как и тот, который убивал до этого. Поэтому вакцинировать надо максимально все население земного шара. Ну, еще раз говорю, не существует вакцин, у которых нет осложнений. Просто вот привожу вам пример. На 1 миллион вакцинаций, обычно на 1 миллион вакцинаций мы получаем осложнение от 8 до 10 случаев. В этих осложнениях есть и летальные случаи, но вот всего 8-10 осложнений, случаев осложнений на 1 миллион по миру. Уже мы имеем эту статистику. А при заболеваемости коронавирусом во время эпидемии у нас раз на 100 человек умрет или 4 или 5. Это умрет. То есть не на миллион 10 осложнений получит, а умрет на 100, 4, 5 человека раз. Минимум 10 на 100 человек перенесут в крайне тяжелой форме, будут в реанимации на аппаратах. Часть, конечно, выживет, но часть умрет из тех, кто будет на аппаратах. Минимум 20 перенесут в средней форме и минимум 70 из 100 получат постковидный синдром. А постковидный синдром это очень такая нехорошая история. И с этим мы будем бороться еще ближайших минимума 2-3 года. Что такое постковидный синдром? Постковидный синдром это когда человек не может выйти на работу еще в течение 3 месяцев после ковида, потому что у него выраженная слабость, потому что у него головная боль, потому что у него сохраняется температура, потому что у него начинает развиваться сахарный диабет, потому что у У него начинает развиваться заболевание щитовидной железы, потому что у него начинает развиваться нарушение ритма сердца. Вирус не поражает легкие. Это заблуждение, когда нам рассказывали вначале о том, что атипичная пневмония, она поэтому и называется атипичным. Потому что она возникает не за счет поражения легких, она возникает за счет поражения сосудов. Вирус поражает в первую очередь эпителий сосудов, мелких сосудов, капилляров. И вот здесь в зависимости от того, где он сконцентрируется больше, какие больше уязвимые места есть у пациента, вот там и будет проявление. И проявления эти многообразные, начиная от заболеваний центральной нервной системы, причем включающие глубокую клиническую депрессию. Почему при коронавирусной инфекции мы часто слышим суицидальные попытки. Тот выпрыгнул с окна, тот выпрыгнул с окна, тот там пытался что-то нехорошее сделать с собой. Второе, потому что это повреждение центральной нервной системы. Почему мы видим, почему мы знаем с вами о том, что при ковиде основная причина смерти это тромбозы. Это тромбозы, легочные тромбозы, тромбозы центральной нервной системы, соответственно инсульты. Тромбозы сосудов сердца это инфаркты. И в конечном итоге пациенты умирают не только от легочной недостаточности, они многие умирают от этих тромбозов. Поэтому пост-ковид это совсем неинтересно с точки зрения пациента. И с точки зрения медиков и ученых это интересно. Там много работы. А вот с точки зрения пациента это совсем неинтересно. Сергей Васильевич, кому не нужно вакцинироваться? Всем нужно вакцинироваться. Я не знаю, кому не нужно. Дети. Но вот опять же, то что касается детей. Тут как бы, во-первых, ЕС уже с сегодняшнего дня приняло решение вакцинировать детей от 12 лет. Уже приняли. Северная Америка еще раньше к этому выводу пришла. Канада, Соединенные Штаты вакцинируют. Уже детей от 12 лет. Тут, знаете, потому что для них коронавирусная инфекция, это детская инфекция. Она для них трупная. Они легко ее в основном переносят. Но они при этом заражают родителей, бабушек, дедушек и всех остальных. Поэтому, безусловно, детей тоже надо будет прививать. Я вот уже с 12 лет начали прививать. Пока мы начнем массово прививать наше население уже на большом потоке, я думаю, что к этому времени уже будут прививать и трехлетних детей в Европу. Принял. Спасибо. Спасибо. Беременные. Настолько безопасно вакцинировать беременных? Никто сегодня не скажет. Еще раз. Вакцинация проводится в экстренной... Многие там уже проводят... Джонсон и Джонсон провел исследование, сказал, что для беременных можно. Никаких рисков не имеют. Но это предварительный все равно результат. Еще раз хочу сказать. Сегодня никто однозначных ответов, вот это точно безопасно. А это менее безопасно, никто не скажет. Потому что мы полгода, как начали вакцинироваться, Василий Владимирович, полгода. Мы эту вакцину вот только начали... Мы вирус еще до конца не изучили. Он еще может мутировать. Вы уже слышали, что... Мы даже в названиях уже мутантов меняемся уже. То у нас были одни названия, теперь у нас уже другие названия. Об отдаленных результатах мы с вами, если доживем, узнаем лет через пять. Вы-то точно доживете? Очень многообещающее звучит в разрезе, что мы говорим о прививках. Вот еще раз говорю. Смотрите, у нас население, выходя на улицу каждый день в нашем прекрасном, южном, красивом, теплом, надеюсь, городе, рискует гораздо больше попасть под трамвай, дерево упадет, кабель какой-то разорвется, стул не там станет. Или этот бигборд куда-то свалится на голову больше, чем прививка. Поэтому, вот, когда мне говорят, вот так это же... Так, ребята, сидите дома тогда, никуда не ходите, потому что можно выйти в лифт. У нас и нету, вот, уже, слава богу, понимаете, вот, когда начиналась прививочная кампания в мире, вот так вот, как бурно, там, в феврале месяце, в январе месяце, вот, все как-то так смотрели, потому что, ну, мало ли что, где-то... Ничего же у нас девяти миллион израиля уже весь привит практически. И ничего, и это же евреи, Василий Владимирович, это, ну, вот, они точно себе плохо делать не будут. Я хочу еще раз сказать, во-первых, нету хороших и плохих вакцин, ну, их нету. Все вакцины, которые будут попадать к нам на нашу территорию, они уже сертифицированы в Всемирной Организации Здравоохранения. Но не все, но не все вакцины, насколько я знаю, сертифицированы в ЕС. И сегодня там идет вопрос, обсуждается вопрос по поводу ковидного паспорта. Да. Не все вакцины, которые, то, что слышу я, не все вакцины, которые применяются в Украине, сертифицированы в ЕС. У нас сегодня применяется три вакцины. Pfizer, она точно сертифицирована и в ЕС, и в Всемирной Организации Здравоохранения. Ну, там ее зашло немножко совсем. Ну, нам же пообещали, что 20 миллионов уже на подходе. Пароход просто там застрял где-то, ну, суэцкий. А, уже же открыли суэцкий канал, скоро подойдет. Зачем они его через суэцкий канал? Ну, так, видимо, проще. Pfizer, AstraZeneca сертифицирована. Covishield, вот этот вот AstraZeneca, он уже сертифицирован и в Европе, и в Всемирной Организации Здравоохранения. И на этой неделе Sinopharm сертифицировал свой, это китайская вакцина. Да, Coronavax сертифицировал в Европе. Все, у нас все три вакцины сертифицированы. Нам надо в день, для того, чтобы мы более-менее подготовились к осени, подготовились к осени, нам надо в день делать, ну, хотя бы 120-100-120 тысяч вакцинаций в день по стране. Есть AstraZeneca английское, по-моему, да, производство? Есть корейское, есть индийское. А в чем разница? Может, индийское хуже, чем корейское? Нет, разница в месте производства. Все, больше ничего. Индийское, корейское, английское. Не имеет значения. Все заводы сертифицируются Всемирной Организацией Здравоохранения. То есть, все вакцины одинаковые? Все соответствуют стандартам? Все идут по одному критерию. У нас есть три вида вакцины. Какими вакцинами вы рекомендуете прививаться молодым, людям среднего возраста и более пожеланным? Той вакциной, которая есть в ближайшем центре. Ну, какие-то предпочтения. Вот та вакцина, которая есть у нас в ближайшем вакцинальном центре, она является лучшей. И не имеет значения, на ней наклеена Pfizer, или на ней наклеена AstraZeneca, или на ней наклеен Коронавак китайский. Не важно, что на ней наклеено. Есть, принял. Спасибо. Скажите, пожалуйста, еще, если человек переболел коронавирусом, через сколько ему можно прививаться? И какой вакциной ему прививаться? Рекомендую прививаться через полгода после перенесения, ну, не позже, чем через полгода, и не раньше, чем через три месяца после перенесенной болезни. Вакцинируемся одной прививкой или вакцинируемся двумя? Тут, понимаете, вот по логике иммунологической, вакцина, которая рассчитана на двукратное введение, по идее, не нужна. То есть, достаточно одного, по идее, раза вакцинироваться, потому что вирус, организм уже встретился с вирусом. И это, по сути, когда мы колем первый раз вакцину, то для организма, который уже переболел, это уже ревакцинация. Но при этом Всемирная организация здравоохранения, тем не менее, рекомендует прививаться, если это двукратная вакцина, все равно дважды. Спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста. Может быть, завтра это мне не поменяется, и скажут тем, кто переболели, достаточно однократно. Если такая информация появится, я вам тут же перезвоню. Спасибо, я буду ждать вашего звонка по этому поводу. А пока, если можно, вопрос. Вот я переболел, вакцинировался. Через сколько мне нужно вакцинироваться опять? Я думаю, что, наверное, мы в режиме нескольких лет будем вакцинироваться ежегодно, скорее всего. Ежегодно? Ежегодно. А какие вообще противопоказания бывают от противовакцинации? Наличие острого ОРВИ. Да, у человека вот сейчас, в данный момент, у меня там, условно говоря, там, температура поднялась 38, кашель какой-то, сопли текут, еще какая-то история. Лучше переждать, там, наличие острой ситуации, инфаркт миокарда у человека, зачем ему сейчас еще вакцинироваться? У меня масса пациентов с онкологией, которые уже получили прививку, которые принимали химиотерапию, принимали лучевую терапию, они уже привились. И все, все хорошо, благополучно, все перенесли. Есть. Но могут ли меня заставить вакцинироваться, если я не хочу? Нет, никто не может. У каждой страны свое законодательство в этом плане, потому что здесь важно соблюсти, с одной стороны, права человека, гражданина, личности, а с другой стороны, права общества и общественную безопасность. Если я перенес коронавирус, либо получил прививку, должен ли я носить москву? Хотя бы из логики, из медицинской логики. Из логики, да. Но там, где общественные места, да. Почему? Потому что, давайте опять. Вакцинация защищает организм, в первую очередь, от тяжелой формы болезни инфекционной. То есть, я переболел, я привился, но я же все равно остаюсь биологическим организмом. В меня попал вирус. Он у меня как-то там развивается медленно и иммунная система его прибивает. Но я на этот период, пока иммунная система его прибьет, я становлюсь источником инфекции. И, соответственно, если я там себя при этом хорошо чувствую, у меня ничего не болит, нету температуры. Потому что моя иммунная система меня защищает, но я-то все равно источник инфекции. То есть, я все равно могу передать кому-то эту инфекцию. Поэтому какой-то период, еще как минимум до конца этого года, масочный режим нужно соблюдать в большей или меньшей степени. Вот если, допустим, в общественных местах, там, где есть возможность близкого контакта, там, где есть возможность большого скопления людей, лучше все-таки соблюдать правила индивидуальной защиты. Сергей Васильевич, спасибо вам огромное. У нас получилась такая интересная беседа. Много информации. Вам спасибо. Я откровенно хочу сказать, что очень важная информация. Потому что люди, когда читают интернет, и новости в интернете получают... Знаете, информации очень много. Она, как и любой продукт, бывает разная. И, ну, вот, знаете, вот я там с 90-го года в медицине. Да, вот я начал с санитара, там, в 90-м году там работал санитаром, и потом, вот, 90-30 лет я занимаюсь медициной. Когда мне начинают рассказывать о портовых сборах с разных источниками информации, мне все нравятся. Ну, что я читаю? Ну, я не понимаю в портовых сборах ничего. Я читаю, тут про Ставницера очень классно пишут, тут про Ильичевский еще класснее пишут. А каналы Ахметова про Порт Южный вообще пишут красиво очень. И мне все нравятся. И я сначала, когда читаю каналы Ахметова, я понимаю, что у Ставницера что-то не очень хорошо. А когда читаю про Ти Ставницера, понимаю, что Порт Южный совсем не очень хорошо, а Ставницер... Почему? Потому что я не специалист, я в этом не понимаю. Мне как преподнесут, так я и скушаю. Точно так и здесь, как бы, понимаете. Вот я вот рекомендовал бы нашим зрителям, слушателям два правила. Первое. Вакцинироваться обязательно нужно для того, чтобы защитить себя. Первое. И нету хороших или плохих вакцин от коронавируса. И второе. Помните, как профессор Преображенский? Не читайте перед обедом советские газеты. Вот не надо читать. Сейчас в интернете столько пишут и про чипирование, и про Билла Гейса. И там сидит какой-то там Цукерберг, и он во всем виноват. И вот он сидит и думает, как бы еще вот насолить этому несчастному Треморскому району города Одессы. Советы от доктора Калинчука. Коллеги, я хочу вам сказать, что наша семья доверяет свое здоровье Сергею Васильевичу Калинчуку. Мы с ним по поводу этого эфира давно говорили. Я его просил об этом, потому что мне кажется, что профессиональной аргументированной информации у нас крайне мало. Из пожеланий будьте здоровы, готовьтесь к осеннему периоду, беспокойтесь о своем здоровье, прививайте себя, прививайте членов своей семьи. Будьте здоровы! Спасибо! Спасибо вам огромное!